И последнее, что необходимо сегодня взять, это то, какими науками должен обладать Муфассир для того, чтобы делать Тавсир. Что касается Муфассира, то он должен обладать большими познаниями в различных науках. В первую очередь это науки арабского языка. Он должен знать смысл отдельных слов, а также смысл различных предлогов. Почему? Потому что предлоги премного встречаются в Коране. И у одного и того же предлога в разных контекстах могут быть различные смыслы. Поэтому Муфассир должен знать значение этих предлогов. Также он должен обладать Асалиб, то есть различными формами и различными способами, которыми выражаются на арабском языке. То есть на котором выражаются арабы. Что эти формы и контексты означают. Также он должен быть способным делать Игра, то есть романтический разбор предложений. Также должен обладать наукой Сарфа, то есть что называется морфология. То есть имеется ввиду, должен разбирать корни слов, что от какого слова выходит и тому подобное. Также должен обладать наукой Аль-Балара, то есть наукой красноречия Олиштикад, то же самое, откуда какие слова происходят. И естественно то, что не обязательно, чтобы человек был имамом в этих науках или глубоко познавшим эти науки. Но чем больше он их знает, тем лучше. Тем он будет сильнее и более вооружен для изучения книги Всевышнего Аллахского Маталия и ее понимания. Также он должен обладать наукой Усулюльфетх и должен обладать правилами, на основании которых он может делать Тарджи, то есть переселение или усиливание одного мнения над другим. Усиливание одного мнения над другим. Потому что один аят может нести несколько значений. В том смысле, что может предполагаться, что он несет несколько значений. Но правильным является только одно из них. Он должен уметь выделить, какой из них является более верным, а какой менее верным. Также он должен обладать наукой насих мансух, то есть отмененных и отменяющих аятов, и азбабин нузур, и причин неспослания аятов. Также должен знать фавайлюль аяту суар, то есть различные достоинства суаров Корана и аятов Корана, и многие другие науки, которыми должен обладать человек муфасер. И чем больше он ими обладает, тем его деятельность будет более плодотворной и более полезной. И на самом деле человек укрепляется в этих науках больше, то есть постепенно. Не означает то, что человек не изучает тавсир, пока он не станет полноценным во всех этих науках. Но он изучает тавсир тогда, когда он возьмет необходимые основы, то есть укрепится более-менее в этих науках, потом заходит в эту науку. И также обычно, что особенно в современности и в наши века, человек уже не изучает тавсир самостоятельно, как это делали первые имамы. Но он берет себе в пример их и изучает их книги. Но на сегодня даже изучение книг вот этих вот древних имамов требуется от тебя, чтобы ты обладал этими науками. То есть сегодня волными руками человек не заходит в тавсир и непосредственно к самим аятам не идет. Но опорвается чем? Книгами древних. И строит свое изучение на них. И поэтому, чем дальше он изучает, тем он сильнее выкрепляется в этих науках. На этом давайте сегодня завершим. Иншалай, еще нет три пункта, оставим на завтра. Субханакаллахумабихамдик. Машану на ла ла хuar и ла хана. Продолжение следует...